Добрый вечер, вас приветствует брокерская компания Китфинанс. Меня зовут Василий Евдогиенко и мы начинаем наш видеобрифинг итогов, на котором мы будем подводить черту под сегодняшним днем. Поговорим о том, что произошло, какова была повестка дня, что отыгрывали и зачем и куда двигались, и также про то, чего ждать нам от дня следующего и отсюда практически выводы о том, переносить или не переносить те или иные позиции. Напоминаю, что видеобрифинг итогов последний из тех, которые мы подготовили в Китфинанс для вас сегодня. Далее завтра, в среду, 11 ноября будем работать по нашему традиционному боевому расписанию в 9.45 эспрессо. Сценарии перед открытием, затем в 11 часов ставки сделаны. Олег Крот и Эдуард Гланчев под своих торговых идеях по голубым фишкам, затем в 12.00 Дмитрий Шагардин, видеобрифинг фреш, текущая торговля в России и в Европе, обсуждение новостей, тенденций, слухов и инвестиционных идей. Затем в 13.00 Краткосрочном Андрей Архипов расскажет о своих стратегиях и общем взгляде на текущую ситуацию с точки зрения рынка производных финансовых инструментов. В 16.00 не так страшен чарт Елены Беляева о текущей ситуации с точки зрения технического анализа, затем в 18.15 будем с Гнепрем подводить итоги уже завтрашнего дня. Ну а сейчас день сегодняшний, давайте посмотрим вместе, что у нас происходит на международных рынках. Дмитрий, тебе слово. Давай посмотрим, что у нас куда. Итак, всем добрый вечер. Будем надеяться, что все-таки он добрый для всех. Спросите, как характеризовать текущую ситуацию, но мы по-прежнему все это называем одним большим треугольником. В абсолютном большинстве активов мы наблюдаем сужающийся треугольник на ваших экранах сейчас фьючерсный индекс РТС, которые четко торгуются в рамках этого сходящегося треугольника и довольно, правда, сильные волатильные движения внутри дня мы наблюдаем. Давайте поговорим о том, почему мы такие движения наблюдаем и что двигает рынками сегодня с точки зрения новостного фона и макроэкономической статистики. Так, ну давайте сначала начнем с рынка долгового. С рынка долгового, да, и здесь следующая картина у нас сегодня складывается. Напоминаем, что смотрим мы на так называемые десятилетние облигации. Сегодня опять в центре внимания у нас Италия. Так, куда-то она у меня пропала. Вот она здесь повыше. Доходность по итальянским бандам сегодня выросла на 28,4 пункта. Опять превышала отметку в 7 процентов, в тот самый точку невозврата, как многие ее называют. Это был фактор такой негативный, который сегодня, в общем-то, с самого утра давил на рынке, потому что доходности росли с самого утра. Кроме этого, важно отметить, что сегодня прошла атака на испанские банды, десятилетние, доходности 6,26. И внутридневной график, давайте посмотрим, здесь так, ага, это лучше не так смотреть, это лучше вот так смотреть. И мы видим, что в последние дни, в ноябре, особенно за последние два дня, очень сильно выросла доходность. Отметки 5,8 до отметки 6,2 сейчас на хаях мы стоим по Испании. Испания напоминает четвертая экономика по размеру в еврозоне, но экономика слабая. В отличие от той же итальянской, мы видим соотношение дефицит бюджета 9,3, практически максимальный по меркам еврозоны. Это очень факт негативный, хотя очень долго не такой высокий, но тем не менее, тем не менее, в государственной финансе, как говорится, поют романс. Кроме этого, наверное, самая большая атака сегодня пошла на Бельгию, спред бельгийских десятилеток с немецкими расширился до максимума за всю историю с еврозоны. Но, правда, доходности абсолютно не так высоки, 4,8%, но тем не менее, отмечаем тот факт, что атаки наблюдаются на эту страну. Плюс Франция тоже с наших экранов нисходит, здесь рост доходности на 24 базисных пункта и 3,6 по десятилетним. Нам важен сам факт того, что сегодня максимальная атака походит на французов. Вот Василий хочет график по Франции посмотреть, и да, вот здесь мы видим, что мы уже превысили, наверное, на годовых максимумах стоим по Франции 3,6% и довольно-таки тоже такой фактор раздражителей, его можно так называть. Ну, так, про это сказали, давайте обратимся сейчас к фьючерсам на американские индексы. Через 10 минут начнется торговая сессия в Европе, и фьючерсы на американские индексы стоят в минусе на текущий момент, теряют 0,7% по фьючерсам на индексы 5500, 1240 пунктов. Соответственно, начиная торговую сессию в Европе, в Америке мы будем не очень хорошо, а на самом деле хотелось бы ее начать хорошо, потому что ту статистику, которую мы с вами получили сегодня в 17.30, действительно обнадеживающая, но это скорее разговор декабрьский, наверное, да? И давай, Василий, подключайся и вместе с тобой обсудим те цифры, которые получили мы в 17.30. Я сначала предлагаю обсудить цифры, которые мы получили в 14.00 по экономике, да, по Германии. Ну да, тут выходили данные по ВВП, Еврозоне и так далее, но если честно, мало интересно. Это для текущей торговли и для будущих движений. Самое интересное – это индекс силовых настроений от CEF, которые мы получили. И, соответственно, здесь мы получили вместо ожидавшегося нами некоторого ослабления давления, мы получили серьезное движение вниз. Причем не только серьезное движение вниз, но мы получили еще и очень неприятные факторы в компонентах. Вот Дмитрий здесь подчеркивает, что мы практически приблизились к уровням 2008 года, и это не может расстраивать. Причем это не может расстраивать не только с точки зрения Европы, но и с точки зрения глобальной экономики, потому что европейцы являются крупнейшим потребителем, крупнейшим импортером китайских товаров, а Китай – это главный, наверное, двигатель экономического роста. И последнее замедление темпов экономического роста в Китае, деловой активности, собственно, сами китайцы объясняют проблемами в Европе. Так что проблемы в Европе – это не только проблемы в Европе. Так, это сказали. Здесь нужно сказать, да, про то, что структура вот этого индекса, индекс составляется на основе опроса ожиданий инвесторов относительно перспектив экономик в Германии. И здесь интересно посмотреть на отраслевой разрез, потому что, да, общая цифра очень плоха, но вот давайте обратимся на, обратим внимание на то, что происходит у нас по отраслям, и в них ставят плюсы и минусы в зависимости от того, улучшилась или ухудшилась ситуация. И здесь мы видим, что минусы абсолютно доминируют. Если в прошлом месяце были какие-то надежды на какой-то разворот, то сейчас мы видим, что ожидания инвесторов по немецкой экономике находятся в сильнейшем пессимизме. Причем я бы обратил внимание на то, что у нас некоторые данные обновляют свои максимумы и из наиболее таких интересных, свои минимумы по ожиданиям, и наиболее такой важный и чувствительный для нас, наверное, металлургия, черная металлургия, сталь сейчас минус 40 пунктов по этому индексу, соответственно, это очень плохой знак для нас. Ну и строительство тоже новые минимумы обновляет, и производство коммунальных услуг, да, вот ютилития с минус 28, это все тоже драйверы, в том числе и для металлургии, поэтому металлургия находится под давлением, как черная и цветная, поэтому данные из Германии вышли плохими и по своему хедлайну, да, главной цифре отчета, и очень неприятную структуру мы увидели внутри. Соответственно, после того, как эти данные были получены, да, у нас там была попытка движения вверх на чуть-чуть лучше, чем прогнозы оценки текущих ситуаций. Еще раз обратим внимание, просто я так понял, что не сразу сегодня рынок, ну не то, что рынок, неправильно были истолкованы данные многими, просто надо понимать, что индекс F, он выходит в двух вариациях, это оценка текущей ситуации и оценка будущей ситуации. То, о чем мы сейчас с Василием говорили, это была оценка будущей ситуации, она нас больше интересует, чем оценка текущей. Текущая как раз-таки вышла лучшее ожидание сегодня, лучшее ожидание, но хуже, чем в прошлый раз, естественно, но самая важная цифра, это именно вот эти вот минус 55,2 пункта. Да, соответственно, на оценке текущих ситуаций мы попытались подрасти, но недолго и ушли сильно вниз, соответственно, на осмыслении того, что мы увидели в компонентах, судя по всему, так это можно интерпретировать. Ну а дальше в 17.30 у нас вышли данные по Соединенным Штатам, и здесь ситуация гораздо более благополучная. Ну, первое, давайте поговорим про розничные продажи. Розничные продажи по Соединенным Штатам у нас выросли гораздо лучше, чем того ожидал рынок, плюс полпроцента. Хотя да, у нас в прошлом месяце был процент, и там неприятно, что темпы роста снизились, но здесь надо учитывать, что все-таки слишком высокая база у нас была создана в октябре, и рост на полпроцента это все-таки достаточно серьезный результат. Более того, подчеркнем, что мы видели, что существенный вклад в прошлом месяце был со стороны автомобилей, которые восстанавливались после рынок, который восстанавливается в Америке, после вот тех нарушений цепочек поставок в связи с американскими, в связи с японским землетрясением. Соответственно, здесь была какая-то поддержка в прошлом месяце, сейчас это постепенно рассеивается, но очень важно, что и без этих отраслей движение достаточно сильное, и рост за пределами, соответственно, автомобилей и продаж на бензоколонках, да, вот здесь ниже, на 0,7%. Про это сказали, статистика очень неплохая в качестве подтверждения того, что американские потребители чувствуют себя неплохо. Об этом говорили нам индексы на прошлой неделе, индексы настроений потребителей, и вот сейчас такое приятное подтверждение со стороны индекса розничных продаж. Сейчас на ваших экранах индекс деловой активности, региональный индекс деловой активности штата Нью-Йорк, который готовит Федеральный резервный банк штата Нью-Йорк. Соответственно, это первые оценки того, что у нас происходит по результатам ноября. Это след по картине на середину ноября, и здесь мы видим очень бодрый отскок, бодрее, чем того ожидал рынок. Первый раз, наверное, начиная с лета, у нас цифры впервые вышли лучше, чем прогнозные, и это, наверное, хорошо. Цифры вышли в нулевую динамику, это значит, что деловая активность у нас растет, и это хорошо. Первые с мая, и опять маленькую ремарку у нас из двух компонентов индекса стоит. Вот то, что на первой странице вы видите, это текущая ситуация, это мы сейчас посмотрим, и на второй странице ситуация ожидания на 6 ближайших месяцев. И, соответственно, главный компонент, на который смотрит рынок, это текущие general business conditions, это текущее состояние, это хедлайнер этого отчета. То, что мы вышли в плюс, это очень-очень неплохо. Давно мы не получали данные положительные по этому индексу. Но вот структура, прямо скажем, пока не позволяет радоваться, поэтому будем ждать внимательно Филадельфии. Она немного опережает индекс ФРБ Нью-Йорка, посмотрим, что там происходит. Тем более, что поскольку у нас вот тот импульс в автомобильной промышленности рассеивается, Филадельфия к нему более чувствительна, и поэтому здесь важно будет смотреть вглубь. Но здесь отметим сразу, у нас в минус ушли вновь новые заказы, у нас в минус ушли запасы, причем существенный минус у нас обновление минимумов, плюс невыполненные заказы. Все это опережающие компоненты, которые говорят о том, что темпы роста деловой активности на ближайшие месяцы находятся под вопросом. Но тут же сразу надо отметить, что компоненты, связанные с ожиданием, потому что здесь две части в опросах, что происходит в реальности и чего ожидаете. И здесь надо отметить, что американский бизнес достаточно оптимистичен относительно ожиданий. Мы видим, что General Business Conditions резко подскочили к 39, это крайне высокое значение, плюс мы видим существенный рост в новых заказах до 35 пунктов с 12, и также в Unfilled Others, но здесь не фантастика, конечно, но тем не менее тоже позитивная динамика налицо. Это говорит о том, что американский бизнес готовится к росту, наверное, предрождественские настроения дают о себе знать. С точки зрения экономики, это означает, что, скорее всего, при таких ожиданиях гидраки начнут как минимум наращивать складки и запасы, которые у нас резко упали в последнее время, и уже на этом мы можем показывать какой-то рост в течение ближайших месяцев. Соответственно, у американской экономики пока неоднозначные, но все-таки позитивные сигналы, и это хорошо. Собственно, на это мы и позитивно реагировали по факту, то есть то, что мы можем видеть в наших торговых терминалах. Это то, что я по макростатистике хотел сказать. Ну, тут вроде все разживали, да, то есть по Европе пока гнис, по Америке есть уже зеленые ростки, очень хорошие ростки. По Европе я бы отметил, что если по Америке мы получаем данные от опросов производителей, то по Европе мы в ЦЕФ получили данные по опросам инвесторов, а инвесторы это люди более эмоциональные и склонные к преувеличениям, как мы знаем. Соответственно, подтвердить или опровергнуть вот ту страшную картину, которую нам нарисовал ЦЕФ, должен индекс IFO, который, если я не ошибаюсь, на этой неделе ближе к пятнице, наверное, выйдет. Но об этом мы уже ближе поговорим. Так, по поводу завтрашнего дня, на что надо обратить внимание, у нас в 14.00 по Москве индекс потребительских цен еврозоны за октябрь, ну, наверное, не столь важные цифры действительно будут. Опять-таки, взор бросаем на Америку, и здесь, наверное, самый важнейший индикатор, который будет опубликован завтра, это 18.15 по Москве, индекс промышленного производства за октябрь. Данные несколько отстающие и прошлые, но, тем не менее, здесь сам важен факт роста с 0,2% за 0,4%. Василий сейчас скажет, что это несущественный рост, но нам здесь важен сам факт роста и динамика. Плюс, интересно, кстати, будет посмотреть, так ради интереса, на покупки долгосрочных ценных бумаг США. Трежерис со стороны не резидентов. Эта садистика будет опубликована 18 часов. Прежде всего, интересно посмотреть на реакцию Китая на запуск программы Twist. Она была запущена как раз в конце августа. И вот посмотреть, как себя вели иностранные инвесторы западные по отношению к американскому долговому рынку. Продавали ли, покупали ли. Вот это завтра мы все увидим, интересно будет, обсудим. Еще я бы добавил, Дмитрий, завтра Банк Англии опубликует свой отчет по инфляции. Это важный документ, в котором собираются данные по английской экономике. Почему это важно? Редко мы смотрим на Великобританию, потому что глобальный, конечно, игрок, но не столь важный, как Евросоюз в целом, и Китай, и Соединенные Штаты. Но, тем не менее, я напомню, что недавно была увеличена программа по выкупу активов, по выкупу гилдов с рынка. Соответственно, это лишний фактор по добавлению ликвидности в рынок, и, соответственно, это может быть позитивным фактором. Соответственно, если Банк Англии вновь начнет намекать на то, что шаги по расширению программы по выкупу активов будут продолжены, соответственно, это лишний повод для того, чтобы рынком порадоваться. Поэтому, судя по всему, статистика будет завтра неплохая. 14.30 выходит. 14.30, да. Так, что касается правительственных аукционов покупок, то сегодня надо отметить неудачный аукцион по продаже итальянских бандов. Аукцион не привлек тех средств, которые были запланированы, то есть доходности выросли. Это был такой триггер для негативного движения рынков фондовых, в том числе и в Европе. Ну, завтра, в общем-то, Португалия выйдет на долговой рынок, и Португалия тоже у нас находится, естественно, под гнетом иностранных инвесторов. Вот посмотрим, как завтра будет размещаться португальцы. В 14.30 начнется аукцион. Аукцион, и уже в четверг, получается, Испания выйдет на рынок. 4 миллиарда евро хочет привлечь длинных бандов со сроком погашения в 2022 году. Вот интересно, что такие недели у нас с этой точки зрения будет. Сейчас предлагаем обратиться к рынку российскому. Да, Василий сейчас будет запускать опрос. Уважаемые коллеги, в панели инструментов появилась возможность проголосовать. Нас интересуют Ваши ожидания, соответственно, на завтрашний день. И связанный с этим вопрос, что делать с текущими позициями. Переносить длинные, переносить короткие или выходить в кэш. Пожалуйста, голосуйте. И через несколько минут мы подведем итоги. Да, подведем итоги. До конца торгов остается лишь 10 минут. Сегодня в лидерах роста в России акции нефтегазового сектора. Финансы вместе, как и в Европе, чувствуют себя не очень уверенно. Плюс сегодня очень неплохо растет электроэнергетика. Здесь отмечаем опять-таки холдинг МРСК плюс 3% практически. И опять в очередной раз напоминаем, что это главный кандидат на включение в расчет индекса MSCI Russian, на который ориентируются западные фонды, которые вкладывают свои средства в акции российских эмитентов. И главный кандидат. И спрос сегодня в бумагах есть. И очень неплохие объемы проходят. По поводу других членов, которые будут увеличены, либо уменьшены в расчете индекса MSCI Russian, узнаем сегодня, ближе к полуночи, когда MSCI Ibarra, это оператор этого индекса MSCI Russian, и представит нам свой отчет, в котором мы все это дело увидим. И изменение вступит в силу 30 ноября, ну 1 декабря, грубо говоря. Так, опрос у нас проходит. Ну пока надо выразить свою точку зрения по поводу переносить, не переносить. Но здесь опять будем придерживаться того мнения лично я, о котором мы озвучивали, наверное, начиная с понедельника, и вроде попадали неплохо, начиная с пятницы, даже с прошлого. Здесь этот сужающийся треугольник, который не дает всем покоя. Сегодня нижние границы протестили его. Поэтому, что касается переноса позиций, то я бы не рисковал бы. Я бы не рисковал. Америка сейчас, надо посмотреть, как открылась. Но, скорее всего, в минусе открылась. Хотя интересно, как они Empire State будут отыгрывать. Но пока сужается диапазон, пока не видно выхода в ту, либо другую сторону. Потому что у нас, с одной стороны, позитив в Америке, с другой стороны, опять атаки на банды или в Европе. Ситуация неопределенная. Поэтому этот день высоковолатильный. Я бы переждал, эту ночь, точнее, переждал в кэшу все-таки опять. Закрывался бы вблизи. Я бы, Дмитрий, с тобой согласился, потому что главная статистика вышла. Она противоречивая, если сравнивать континенты, да и в самих компонентах нет согласия. Да и вот индексы, я смотрю, стоят около нуля. Хотя вроде как тянут вверх. Ожили, ожили, да. Но давай структуру посмотрим. Там интересно посмотреть, что происходит в финансах. Потому что вчера... Пока не видно еще. А, не видно еще. Мы на график можем посмотреть индекс S&P 500. Здесь так же, как и по другим финансовым инструментам, тот же самый сужающий треугольник. Тут есть возможность прогуляться и вниз немножко. Есть возможность подняться к верхней границе, которая сужается, очень близко находится. Ну, гадать, сидеть, как все это дело закончится, чем я не вижу смысла. Это бестрендовое движение. Поэтому смысл, какой сидеть в этом бестрендовом движении, высоковолатильным к тому же, да. Мы сегодня и вчера, и сегодня наблюдаем. При том, что объемы торгов, кстати, опять-таки не радуются им масштабами. Объемы торгов действительно низкие. Это говорит о нерешительности игроков в текущей ситуации. Василий, готов ли у тебя... Да, наш компьютер просит 20 секунд на то, чтобы подсчитать наши голоса. Ну, пока он это просит. График можем посмотреть евро-доллары. Очень неплохой индикатор спроса на риск. И евро, в отличие от всех рискованных активов, ну, не в отличие, да со всеми вместе, он тестирует сегодня, тестировал дневные минимумы на отметке 1.3520. 1.3520 сейчас, да, пошел некоторый отскок с открытия торгов в Америке. Но, тем не менее, все равно сигнал такой негативный. Евро у нас в медвежьем тренде находится. Здесь пока тоже без каких-то особых иллюзий к росту. Ну что, Василий, готово там? А звук ты бы прибавил нам? Результаты опроса следующие. Большинство из участников занимают бычьи позиции за перенос позиций длинных 48% участников, за перенос коротких медведей у нас совсем нет, и за кэш, соответственно, 7%. Но мы сегодня присоединяемся к осторожной части нашей аудитории, и я бы точно предпочел бы сегодня к кэшу, заканчивать день в кэше. Так, еще, Василий, извини меня, нефть, нефть, две секунды. Нефть сегодня растет, 0,3%. Я просто хотел напомнить, что в час 30 по московскому времени выйдут статистики, традиционно еженедельные, от Американского сетя нефти, IPI. Но здесь пока прогнозов никаких нет, зато мы видим прогнозы по завтрашней статистике от Американского министерства энергетики США, Минэнерго США. Она будет опубликована завтра в 19.30, пока рынок закладывается на снижение запасов как по нефти, так и по бензину на миллион баррелей, поэтому статистику от IPI тоже можно ждать неплохую, и она должна поддержать котировки нефти. Это я в пользу тех, кто говорит за перенос. То есть, в общем-то, по нефти ситуация стабильная, и, в общем, ничего трагичного, я тоже здесь по нефти пока и не вижу, и вспомнить бы график нефти, как он выглядит. Да, вот на ваш экране дневной график. Снизу по бренду мы ограничены линией 100-дневной средней, это средняя за полгода, сверху ограничены 200-дневкой, это средняя за последний год, плюс верхняя граница нисходящего канала, которую мы с вами давно уже рисуем, начиная с апреля месяца. Поэтому в нефти ситуация стабильная, спокойная, и вполне можно ждать, что в завтрашнем утру нефть будет либо на текущих уровнях, либо чуть повыше, если оправдается ожидание рынка. Все. На этом, уважаемые участники, будем завершать наш видеобрифинг и того. Спасибо большое за вопросы и комментарии. Если что-то не выяснено, пожалуйста, пишите в чат, мы еще будем какое-то время вместе с вами. До завтра. Удачных сделок, удачных торгов. До свидания. Всем удачного вечера.